Отеки. Самодиагностика дома. Топ причин, почему ты отекаешь. Представь, ты встал или встала с утра, потянулась, солнышко светит, отличное настроение, которое тут же испаряется при взгляде в зеркало. Смотришь на себя, а там отек. И ты задаешься вопросом, вроде и соленого на ночь не ела, и воды много не пила, и алкоголя не было, а все равно отеки. И причем они могут быть в разных местах. Поэтому досмотри этот ролик до конца, где я расскажу о 4 наиболее частых причинах отеков, как их продиагностировать в домашних условиях и как на них воздействовать, чтобы их никогда больше не было в твоей жизни. Первая причина отеков – это проблемы с сердцем. Плохой выброс сердца приводит к застою лимфы и к застою лишней жидкости. Именно поэтому сердечные отеки развиваются крайне медленно, за 2-3 месяца. И при этом начинаются снизу вверх. Первыми отекают нижние конечности. Причем отекают они симметрично. Я сказал симметрично. А потом происходит отек печени с ее увеличением. Видите, она даже отвалилась. А далее они поднимаются выше и происходит асцит. То есть это отек живота. Видели, наверное, большие такие животы? А дальше отек уже переходит на лицо. И у человека может быть отечное лицо. При этом кожа над отеками будет холодная, иногда синюшного цвета. И эти отеки очень хорошо продавливаются и оставляют ямки после вашего нажатия. И очень долго расправляются. Вот так вот выглядят сердечные отеки. А еще сердечные отеки сопровождаются повышением артериального давления и аритмией. Очень часто люди с аритмией начинают отекать. Аритмия, нарушение сердечного выброса и повышение артериального давления. А у тебя были пациенты с аритмией? Конечно, очень часто. Особенно в экстренной помощи к нам поступают люди уже в запущенном состоянии, с проблемами с сердцем, с аритмией мерцательной, постоянной формой. И, конечно же, у них часто отекают ноги. И чаще всего у таких людей отекают ноги, потому что они вовремя не принимают таблетки и часто забивают на свое состояние. Человек, который болеет хронически, должен постоянно принимать препараты. Благодаря этому можно жить вообще без отеков, без аритмии, без проблем с давлением. Но почему-то, когда человеку становится легко, он перестает принимать препараты и приезжает в стационар скорой помощи для того, чтобы ему эти отеки сгоняли. Для диагностики сердечных отеков назначаются три исследования. ЭКГ, эхокардиография и холтеровское мониторирование. Благодаря этому можно измерить сердечный выброс на эхокардиограмме, посмотреть, нет ли блокад на ЭКГ и установить, есть ли аритмия или нет на холтеровском мониторировании. Если у вас когда-то отекали руки, ноги или лицо, то обязательно поставьте лайк этому видео. Вот так вот лайк просто. Вот увидели видео и шлепнули лайк. Тогда отеков не будет. Вот если вам не понравилось видео, то поставьте дизлайк. Кстати, у меня на канале есть замечательный ролик, как определить по какашке, что с вами происходит. Поэтому посмотрите и сохраните здоровье своего кишечника. Ну а мы вернемся к отекам. Вторая причина отеков – это проблемы с почками. Нарастают стремительно, в отличие от сердечных. И начинаются с вашего лица. И затем, когда лицо уже надуто как шар, отек спускается вниз, к передней брюшной стенке. Начинает увеличиваться живот. При этом печень не увеличена. Далее все спускается ниже. Отекают руки и отекают нижние конечности. В отличие от сердечного отека, почечный не сопровождается одышкой или нарушением сердцебиения. Напротив, человек себя совершенно неплохо чувствует, но при этом очень сильно отечный. И такой отек легко можно переместить даже вашим пальцем. Он будет перемещаться по мере ваших прикосновений, в отличие от сердечного. Почему отекает человек при заболевании почек? Все просто – потеря белка. Белок – это строительный материал, который предотвращает большое количество патологий, в том числе и отеков. Поэтому всегда проверяйте свой уровень белка раз в год. Он у вас 100% пониженный, должно быть больше 80. А если есть проблемы с почками, то обязательно контролируйте уровень белка. Потому что при белонефрите, гламеролонефрите, белок может быть снижен и отек будет более выражен. А вы пьете при этом диуретики и вам ничего не помогает. Как понять, что вы теряете белок? В первую очередь, при подозрении на почечные отеки и патологию почек, сдайте общий анализ мочи. Вот если в моче белок повышен, значит вы теряете белок вместе с мочой. Тогда нужно сдать суточную протеинурию. Далее мы делаем УЗИ почек и внутренних органов. И обязательно посмотреть биохимический анализ крови, а именно общий белок, креатинин, мочевина. И рассчитать скорость клубочковой фильтрации. Ну а чтобы не гадать на кофейной гуще, что с вами происходит, то обязательно попробуйте на себе провести диагностику состояния с помощью моего медбота. Он надежно отличает патологию по вашим симптомам, назначает правильную диагностику и по результатам диагностики помогает с лечением. А также, если у вас возникают вопросы, вы можете проконсультироваться внутри бота с нефрологом, с кардиологом и с другими редкими профессиями докторов, которые с большим стажем практической работы и обязательно вам помогут. Ссылка на медбота в описании. Следующая причина отеков – это бенозные отеки ног. Чаще всего возникают ближе к вечеру, ноги очень сильно устают к вечеру, и при этом они асимметричны. Чаще отекает одна нога, больше другой, либо только одна нога. При этом в области отека на ноге присутствует зуд и жжение, а также боль и ощущение тяжести в икрах, особенно на фоне небольшой физической нагрузки. Чтобы проверить, что с вашими венами все в порядке, нужно сделать УЗИ вен и артерий нижних конечностей. При этом обязательно, когда будете делать УЗИ, его нужно сделать стоя. Так можно более подробно проверить, как работает клапанный аппарат. И по результатам УЗИ – консультация врача-флеболога. Четвертая причина отеков – это проблемы со щитовидной железой. Начинаются с мешков под глазами. Если вы просыпаетесь с утра с мешками под глазами, это причина проверить гормоны щитовидной железы и сделать ее УЗИ. При патологии щитовидной железы максимальный отек на шее и на лице. Лицо приобретает такую одутловатую форму. Даже вот под глазами вот здесь возникают такие ямочки. И такой отек, он очень плохо продавливается. Не оставляет после нажатия никакого покраснения, либо ямки. Потому что причиной отека является скопление слизи. Так называемый миксидоматозный отек. И такой отек никогда мочегонными вы не уберете. А также отекает не только лицо, но и внутренняя поверхность. Например, отек слизистой носа, отек глотки. Что приводит к нарушению носового дыхания. А также изменению тембра голоса и частому кашлю. Поэтому если у вас круглое лицо, одутловатое, обязательно проверьте свою щитовидную железу. Если у вас появляются отеки, то напишите в комментариях, в каких именно местах. А я отвечу на самые интересные и помогу вам, что нужно обследовать, что пройти и, возможно, какие препараты принимать. Итак, как провести самодиагностику отеков. Найдите, где у вас отек. Обычно отекают очень хорошо лодыжки. Что нужно сделать? Обратить внимание вечером на след от носков. Если он наиболее выражен, то, конечно же, отек есть. Нужно на него посмотреть, а затем надавить пальцем и подержать несколько секунд. Если после того, как вы отпустили палец, кожа тут же вернулась в обратную нормальное состояние, то отека у вас нет. Но если след остается, и тем более он надолго, на несколько секунд, а то и минут, то в этом случае это свидетельствует о наличии отека. И как раз таки, зная локализацию, зная, где проявляется какой отек, вы сможете пройти диагностику и обратиться к узкому специалисту, который точно поможет вам его убрать. Самое главное, дорогие, знать и помнить, что отеки это абсолютная ненорма. И зная причину, можно быстро воздействовать на последствия и жить с красивым телом без отеков.